Привет всем, меня зовут Артем Жульев и сегодня я хотел бы показать такой интересный, на мой взгляд, паттерн на 2.5.1, основанный на пентатониках. Давайте послушаем, как он звучит. Вот такое вот интересное звучание, современное. Идея этого паттерна проста. Мы будем использовать на ре минор пентатонику ре минора, на соль септаккорд альтерированный плюс 5 плюс 9 в данном случае мы будем использовать пентатонику ре би моль мажора и на до-мейджор мы будем использовать пентатонику до мейджор. Почему на соль септ альтерированный мы будем играть пентатонику ре би моль мажора? Давайте посмотрим на экран. Здесь вы видите, что ноты ре би моль мажор на пентатонике почти соответствуют звукоряду соль кайфе альтерированной или так так называемый уменьшённо-целотонный звукоряд, нам не хватает только ноты соль и си, но остальные ноты, которые есть в рэ-бемоль-мажорной пентатонике, не противоречат этому звукоряду, то есть они прекрасно подходят на соль-септ-альтерированную. Поэтому на пятую ступень в данном случае мы будем использовать рэ-бемоль-мажорную пентатонику. Можете, как хотите, здесь мыслить, или это соль-септ-альтерированная, или это тритоновая замена, абсолютно без разницы. Давайте теперь разберём наш паттерн за основу, взята такая классическая секвенция, нисходящая на пентатонику, когда две ноты идут вниз и две ноты вверх, с пропусканием одной ноты из пентатоники. Это вот такая наша базовая модель. А теперь попробуем эту идею пропустить через смену наших аккордов. То есть вы видите, мы начинаем нашу пентатонику в рэ-миноре от ноты фа. Вот идёт такое нисходящее движение, то есть мы пропускаем от фа, мы пропускаем ноту ре, следующая нота будет ДО потом идет нота ЛЯ мы пропускаем одну ноту и движение вверх Ре потом от ноты ДО мы пропускаем одну ноту СОЛЬ потом нота ФА мы пропускаем одну ноту движение вверх ЛЯ и дальше мы продолжаем эту же самую идею, но наступает уже второй такт то есть мы будем использовать пентатонику РЕ бемоля то есть ближайшая нота к ноте ЛЯ, на которой мы остановились в Ре миноре будет Ля бемоль, то есть можно было бы перейти в Фа, например, и продолжить эту же идею, можно перейти в Си бемоль, но вот в данном случае это Ля бемоль, да, и мы продолжим движение от Ля бемоля. Та же самая идея, то есть будет Ля бемоль, Фа пропускаем, Ми бемоль, Ре бемоль, Ми бемоль пропускаем, Фа, Ми бемоль, Ре бемоль пропускаем, Си, Ля бемоль, Си пропускаем, Ре бемоль, и наступает следующий третий такт, мы приходим в До мажор, и здесь можно было бы прийти бы или в Ре, или в ноту До, или даже в Ми, в общем, как вам угодно. Ну вот мы пришли в данном случае в ноту До, вот мы приходим в ноту До, и продолжаем то же самое движение, ту же самую идею, ту же самую концепцию, но уже мы в другой тональности, мы теперь в До мажоре, то есть у нас будет До, Ля из пентатоники До мажора, мы пропускаем, Соль, Ми, движение вверх, Соль пропускаем, Ля, Соль, Ми пропускаем, Ре. Также можно было бы начать и наш паттерн с другой, совершенно с любой ноты на ваш выбор, пентатоники Ре минора, например, с Ре, да, то есть вот вы видите на экране, и тогда, когда мы придем в Соль, Септ, альтерированный, вы можете нам войти уже, наверное, удобнее будет в ноту Фа и продолжить эту же идею. Вот такой вот интересный паттерн, такое вот современное у него звучание, поэтому не везде его, конечно, стоит использовать, но вот вы можете поэкспериментировать еще с другими пентатониками, с другим сочетанием, с другими секвенциями, да, но вот идея такая, чтобы не разрушить линию мелодическую, да, вот в данном случае у нас была нисходящая секвенция, вот мы ее провели через смену аккордов, не нарушая ее, как бы, линию. Вот такая основная идея этого паттерна и сегодняшнего видео. Ну вот и все на сегодня, надеюсь, кому-то это было интересно, кому-то полезно. Меня зовут Артем Жульев, всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok